42 школьника из Чувашии в этом году стали призерами всероссийских школьных олимпиад. По этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов страны. Учреждениям образования эти результаты позволили попасть в топ-500 лучших школ. Наличие победителей олимпиад один из основных критериев рейтинга. Напомню, в этом списке 8 школ из нашей республики, еще 9 в перечне лучших сельских школ. В одной из них в Урнарской школе номер 2 побывала наша съемочная группа. Никаких документов посылать на конкурс не надо. Министерство образования в течение учебного года проводит мониторинг всех школ. В этом году оценивали работу 36 тысяч образовательных учреждений. Специально работать для попадания в этот рейтинг, я думаю, невозможно, потому что критерии, они меняются, зачастую мы о них не знаем, они разносторонние. Мы просто работаем ежедневно и качественно выполняем свою работу. Сегодня невозможно провести урок с одним учебником, считают учителя этой школы. Дополнительное оборудование, интерактивная доска, тематические квесты, так называемые живые уроки. Все это позволяет повысить интерес к предмету, а это главная задача педагога. Я бы не сказала, что репетитор – это главный фактор для победы на Олимпиадах. Самый главный фактор – это интерес. Интерес к наукам, интерес к чему-то новому. Мне кажется, чтобы победить на Олимпиаде, нужно просто стараться, просто интересоваться чем-то новым. В прошлом учебном году Настя заняла второе место на Республиканской Олимпиаде по чувашскому языку. В этом году настроена на победу. Впрочем, такие же амбициозные планы ставят перед собой и учителя. Я пришла работать в эту школу после 10-летнего перерыва. И мне нужно было доказать, что я не утратила свои способности как учителя. Поэтому взяла пятый класс и молча работала в течение 10 лет с ребятами. И вот они задания получали. Они бегали в магазины, в гастрономы, смотрели, правильно ли написаны слова. Результат налицо. Уже несколько лет ученики Елены Горбуновой занимают призовые места на Республиканских Олимпиадах по русскому языку. И здесь не обойтись без дополнительных занятий в кружках и секциях. Вова Никифоров и Саша Сапожников 6 часов в неделю проводят в кружке робототехники. Было бы время, приходили бы каждый день. Это Манти, робот-богомол. Он радостно идет, когда видит перед собой препятствие, кто обижается и уходит. Этот робот очень хороший получился. Мы ездили на соревнования в Чуваксаре. Заняли 5-е место из 60 претендентов. В ближайшее время школьных конструкторов, лабораторного оборудования и спортинвентаря в школе станет еще больше. На развитие материально-технической базы направят премию, выделенную из бюджета Республики. Указ о стимулировании школ, вошедших в топ-500 и топ-200, на днях подписал глава Чуваша Михаил Игнатьев. Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика.